Всем доброго утра, добрый день! Куда я опять собралась? Я собралась на маникюр, представляете? Да-да, вот так вот время бежит. Как всегда, еду с одними идеями по поводу того, каким цветом красить, выйду с другими. В общем, я всё хочу, норовлю покрасить, накрасить зелёным цветом, но знаете, зелёным таким прям травянисто-зелёным. Вот. Или, может быть, даже изумрудно-зелёным. Но что-то всё никак не решаюсь, и вот думаю... Конечно, сегодня я так нарядилась, что совсем зелёный будет не в тему, но подумала, что когда же, если не летом, ну, тепло когда, да, так скажем, накрасить ногти зелёным цветом. Я давно уже хочу, никогда не красила. Вот прям все, чтобы ногти были у меня зелёные, никогда такого не было. У меня был какой-то один или два ногтя зелёные, когда я в Алма-Ате была, и там летом тоже делала маникюр. И один из ногтей у меня там, ну, короче, был розовый, жёлтый, голубой и зелёный, в общем, все цвета радуги. Естественно, после маникюра заеду в Филиппис Маркет. Мне надо купить будет там творог, ну, чтобы специально не ехать в Whole Foods. Творог возьму, возьму, возьму рис, у меня закончился рис, возьму кукурузную крупу, что-то ещё я хотела. А, я хотела ещё солёные огурцы. Солёные огурцы я обычно покупаю или в Trader Joe's, или в Overt, но это надо специально, как бы, да, ехать. Здесь всё же не очень близко, в плане того, что не очень рядом, у нас только Коска и Trader Joe's рядом. И поэтому, наверное, возьму там. Там, я думаю, что хорошие тоже должны быть огурчики, надеюсь. Как-то я брала уже в Филиппис Маркет огурцы, то ли польские, то ли какие хорошие были. Вот такие вот у меня планы. Потом, ой, вчера, в общем говоря, жалко, что вчера не снимала, но дело в том, что я вчера вечером встречалась со своими одноклассницами. Одна одноклассница у нас живёт в Сан-Диего, она приехала сюда, в нашу АППР, на конференцию. А другая, Герим, она живёт в Павальто, ну, в Стэнфорде, в общем говоря. Она там работает, учится, вот. И мы встречались, в общем говоря, одноклассниками втроём. Вчера встречались, так классно посидели. Девчонки, если смотрите, привет вам большой. Очень была рада видеть. Мы уже давно не виделись, особенно с Сабиной, которая из Сан-Диего. Она приезжала к нам в гости, тоже была на какой-то, то ли конференции, то ли на какой-то, как это называется, ну, когда в компании тех, кто удалённо работает, собирают в какую-то определённую неделю или день в офисе. Она тогда ещё, по-моему, жила в Баёве. И вот она сюда прилетала. И мы как раз только-только практически приехали, ну, не знаю, месяц или полтора мы здесь жили. И она приезжала к нам в гости. А вот, а вчера мы встречались. Так классно, суперски посидели, поболтали, короче говоря. Всех повспоминали, про всех новости друг другу порассказали, кто что. Наши одноклассники, как кто поживает, где кто как. В общем, говоря, вспомнили, как говорится, молодость. Вообще так здорово. Я бы сказала, что у нас вот, ну, вот, многие вот моего возраста люди, да, ну, многие не то что жалуются, но говорят, что, например, классы у них особо недружные. То есть мало кто встречается, я не знаю, там некоторые говорят, вообще половина кто вообще жив. Для того, что нам как бы что-то, 40-х чуть-чуть, да. Вот, у нас вроде все живы. Мы периодически встречаемся, если вот есть возможность, в Алма-Ате там встречаемся. Вот мы на, когда встречались, когда школу закончили, на 20 лет окончания школы мы встречались. То есть последний раз, ну, есть замок, ребята позже встречались, потому что, по-моему, встречались, потому что мы уже как бы были в Америке, и так вот просто приехать не могли на встречу. Вот, ну, здорово вообще, здорово вот так вот встретиться со своими одноклассницами с утра вообще. Вот, но я не снимала, потому что все-таки как бы не все люди публичные, не все все это как бы готовы встречаться вот так вот на камеру. Вот, поэтому я не стала. Думаю, естественно, пофотографировались с девчонками. Вот, такие дела. Расскажите, как у вас дела. Надеюсь, у вас все хорошо. Вот, я тоже вроде бы вхожу в какой-то режим. У меня сейчас очень много работы по моим, так скажем, другим аккаунтам, да. И, ой, я там, короче, в общем говоря, зашиваюсь, поэтому снимаю на YouTube по возможности, монтировать стараюсь регулярно, стараюсь слишком большого отставания по видео не делать для того, чтобы, ну, и самой так удобнее, и как бы и с вами более-менее общаться, чтобы в режиме, так скажем, реального времени. Вот, я, знаете, что думала, когда вот у меня бывает такое время, когда я снимать как бы не могу, но при этом, например, я, я, например, могу, ну, не знаю, там, прямой эфир провести, да, в какой-то момент. Что вы по этому поводу думаете? Хотите вы прямые эфиры или нет? Потому что я знаю, когда, ну, люди довольно регулярно постят видео, как бы и так всё понятно, вопросов особо нет, поэтому прямой эфир — это такая, как бы, вещь, ну, иногда неинтересная, да. Но поэтому я вот спрашиваю, если вам интересно, давайте периодически, может быть, будем встречаться в прямых эфирах, потому что мне нравится с людьми, с вами в частности, общаться онлайн в том числе. Ну, так скажем, это практически живое общение, потому что никаких там задержек по времени нету, все спрашивают, что хотят, все получают ответы ровно, ровно прям сразу. Такие дела. Так что вопрос в студию. Нужен ли прямой эфир? Периодически. Ну, как бы не разово, а периодически. Можно потом придумать, я не знаю, может быть, раз в две недели какой-нибудь эфир делать. Ну, в таком духе. Как думаете? Так, ну всё, запоминаем ногти. Будет ахалай-махалай. Ну что, готовы? Ахалай-махалай. Представляете? Я это сделала. Он, наверное, ярче на камере кажется, но вот в тени он как бы... В тени. Как бы вам тени. Сейчас я в машину седу покажу. Пытаюсь вам тени организовать. Ну, в общем говоря, вот такой вот зелененький цвет. Всё, как я хотела. Никогда в жизни вот такого зеленого у меня не было, а теперь есть. И да, кому не нравится, ну, простите, у меня вот такое вот желание возникло, поэтому я решила себе в этом не отказывать. Заехала в Филиппис Маркет. Взяла один пакет из машины. Не знаю, хватит мне или нет. Потому что я ещё хочу всё на окрошку купить. Главное колбасу не забыть. И редиску. Смотрите, тут черешня появилась. Я не знаю, насколько хорошая. По-моему, не очень. При этом 3 доллара за фунт. Видите, какая она уже подпорченная. Так, на самом деле мне надо по-быстрому. Потому что мне уже скоро детей забирать. Сразу возьму крупу. Я вот такую обычно беру. Так, кукурузную возьму. Две сразу. Две. Так, рис, рис. Что здесь с рисом? Гречки полно. Так, о, рис для плова. Рисом, наверное... О, ничего себе, смотрите. 9 долларов стоит. Сколько это грамм? Грамм, грамм. Сколько вешает грамм? Три фунта, полтора килограмма. Что, что-то дорогое-то. Ну, ладно. Рис возьму. Наверное, тоже возьму две. Потому что все время я за ним охочусь. О, как раз тут огурчики есть. Огурчики мне надо какие-нибудь вот такие. А, или вот такие. Огурчиков на самом деле много разных. Мне такие нужны не слишком большие, не слишком маленькие. Вот эти, по-моему, ничего. Сейчас посмотрю, чьи они. Чьи они. Сколько стоит? 4 доллара вся курса стоит. Ой, так все мелко написано. Как будто бы американские. Не знаю, чьи. Сейчас расскажу вам. Но на вид мне они нравятся. А вот еще вижу. А, вот такие я брала. Агурцы. С гарликом, с чесноком. Вот такие я брала. Вот с укропчиком возьму. Вот такие. 4,5. Вот эти польские. Вот такие хорошие. А знаете, рис я вот этот еще раньше брала. Он 6 долларов вообще стоит. 680 грамм 6 долларов. А там 9 долларов, считайте, почти полтора килограмма. Так, мне надо будет обязательно айран. Айрана, наверное, возьму 3 штуки, потому что в прошлый раз не хватило нам. О, еле как на радио тащу. Айран по 3 доллара стоит турецкий. Турецкий айран и возьму один кессир. Вот такой вот амичный. Кефир стоит 5 долларов. Так, и творог сразу возьму. 5,5 долларов стоит пачка. Сразу возьму 4. Ох, какая классная редиска. Смотрите, какая огромная. Редиски тоже сейчас возьму, наверное, 2 штуки. Редиска 89 центов. Так, лучок. Лучок стоит 69 центов за бучок. Я, наверное, штуки 3 возьму. Укропчик тоже сегодня неплохой. Укроп стоит 1,5 доллара за бучок. Так, колбаска. Колбаску в прошлый раз, по-моему, я брала что-то типа вот такой. Нет, другой. Другой, но Алекс есть вот такой. Есть вот такой. Волонья, говяжья. Поляльная. 9 долларов. Ингредиенты. Мясо, вода, соль. Декстроза. Короче. Вот эта вот была лучше. Но, кстати, другая, красная, Алекс, которая. Но сейчас Алексе нет. Ладно, возьму эту попробую. Вот что еще возьмем. Хлеб. Ой, ну что, замороженный? Что там? Какой-то это. Да, слушайте, замороженный. Замороженный хлеб. 6 долларов стоит Вильнюс. Наверное, потому что его привозят в замороженном виде. Он лежит и смораживается. Знаете, что еще хотела? Посмотрите, что-нибудь такое. Типа хрен или горчицу. Но что-то пока, кроме дежонской, ничего не могу найти. Ой, не знаю. Здесь есть какие-то приправы. Халапени. Кстати, вот такие халапени. Очень вкусные. Такие тоже. Мне нравятся. Прям они такие маринованные. Классные. Вот, табаско есть, кстати говоря, зеленый. Может быть, табаско можно добавлять в окрошку, чтобы она немножко была такая поострее. Именно зеленый, не красный. Халапени, короче говоря. Давайте попробуем, возьмем 2 доллара. Стоит? Может быть, вкусно будет с табаско. А эту, знаете, еще приправу эту, как ее называют? Васаби. Вот васаби, васаби тоже можно было бы. Но это, наверное, где-то должно быть, где всякая восточная еда. Но что-то я тут не вижу такого. Ребята, на 90 долларов, представляете? Ну, я сегодня нормально так не купилась. Еле тащу. Смотри, скоро откроется. Ой, а этот, это что, засох, что ли? Нет. А, он такой плотненький, да? Вот это, смотри. Красивая. Да. Может, спустим их вниз? Может быть. Итак, наконец, у меня дошли руки распаковать наушники. У меня есть наушники AirPods Pro, но только первой версии. Вот они у меня есть. Но у меня в них проблема, что, в общем говоря, у меня один наушник значительно быстрее садится, чем второй. Насколько я помню, ну, в общем говоря, левый наушник у меня садится быстрее, чем правый. И получается, что чаще всего я бываю только с одним наушником. Вот. Сейчас покажу еще, в чем есть другие. Это вторая версия AirPods второго поколения. Самый приятный момент, это когда вот эти штучки отрываются. Так. В чем тут еще отличие? Ну, понятно, там всякие бумажки и прочее. Так. Ага. А не знаете что? Они стали другой зарядкой. Смотрите, вот это новые. О, это что-то новенькое. Да, я не знаю. В общем, смотрите, вот это новые. У них Type-C зарядка. А вот эти, насколько я знаю, Type-C зарядка. А у этого, у этих старых Lightning. У них вот на чехле вот такой вот нет штуки. Надо почитать, что это такое. Ну, в общем, так они выглядят абсолютно одинаково вместе с теми, что у них есть в наборе. Видите, специальный такой хлястик есть, за который можно потянуть. Так, здесь есть вот эти вот, как они называются, ушные вот эти вот силиконовые такие накладки. Чтобы под свой размер подобрать, под свои ушки подобрать. Вот, мне обычно, по-моему, средний подходит. В общем, все как обычно. И у них провод Type-C стал не такой не резиновый, не силиконовый, а знаете, с такой тканевой оплеткой. Мне нравятся вот такие вот больше, потому что они как-то более износустойчивые, что ли. Вот, больше ничего в комплекте нет, но в принципе там ничего и не надо. Меня вот интересует, они, естественно, заряжаются, то есть кладется, если беспроводная зарядка есть, какой-нибудь, у меня вот варбанке есть с такой зарядкой, туда кладешь и заряжается чехол. Вот, я думаю, что работают они примерно так же. Интересно, смотрите, вот здесь вот есть как будто бы в новых, как будто вот здесь вот эта вот зона микрофона. С ними разговаривать можно, что ли? Через чехол, судя по всему. Ладно, я почитаю, что вот это такое. Мне интересно самой, что это. Вот, и я вам расскажу. В общем, ребятушки, ничего особенного. Это, в общем, для того, чтобы вставлять сюда шнурочек, для того, чтобы можно было куда-нибудь прицепить. Или на руку надеть, или, не знаю, к рюкзаку, там куда-нибудь. В общем говоря, для шнурка. Крепление для шнурка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова